город тоскиги именно в этом городе штате алабама в начале 30-х годов на улицах городка стали появляться объявления бесплатный анализ крови бесплатное лечение и государственные врачи даже если у вас дурная кровь вы не безнадежны приходите и приводите всю свою семью в городе тоскиги бушевала эпидемии сифилиса ты без нее местное население страдала от антисанитарии и массы других болезней тоскиги был нищий неприветливой дырой в алабаме так что местные жители ухватили за возможность бесплатной медицинской помощи вот только лечить их никто особо и не собирался правительство использовало здешнее население как материал для экспериментов город стал секретным полигоном для исследования сифилиса врачи не только не лечили больных но даже способствовали распространению эпидемии хуже всего что люди проживавшие в этом городке даже не подозревали что стали просто подопытными крысами и их намеренно изолировали так чтобы они не смогли получить помощь от других врачей цель исследования была в том чтобы позволить пациентам умереть от сифилиса лечить их планы не входило в 1 1932 году сифилис бушует в южных штатах особенно среди нищих и чернокожих и всем на них плевать причины были просты расизм и невежество причем невежество как пациентов так и врачей с бедняками все было понятно они понятия не имели о природе сифилиса но доктора были немногим лучше тогда для объяснения болезни использовали типичную фразу дурная кровь нищий и больной дурная кровь черный и больной дурная кровь богатый и больной постойте здесь нужна врачебная помощь и научный подход не удивительно что жители тоскиги готовы были молиться на государственных врачей которые приехали глухой городок под руководством кларка талиоферра медики обещали участникам эксперимента бесплатный проезд и лечение а в случае смерти пациента они готовы были оплатить место на кладбище и похороны со стороны все выглядело очень благородно сейчас трудно понять насколько чисты были помыслы кларка талиоферра все выглядело так словно он действительно хотел помочь и был полон решимости найти лекарство от сифилиса вот только альтруизм исследователей не выдержал столкновения с реальностью во время великой депрессии правительству было не до науки проект остался без финансирования и на грани закрытия талиоферра фактически выдавили с руководящего поста и его место занял оливер венгер помощник оказавшийся гораздо циничнее и в плохом смысле дальновиднее благодаря его усилиям эксперимент продолжили и причем на долгие годы только вся суть работы была поставлена с ног на голову венгер променял роль врача на роль божества который распоряжается человеческими жизнями так словно это подопытные крысы в распоряжении венгера оказались 600 человек из местных чернокожих батраков 399 из них были больны сифилисом 201 без этого заболевания это была контрольная группа до сороковых годов еще можно было сказать что подопытных действительно лечили им давали разные препараты но почти все они были неэффективны причем на тот момент это и так было известно никакого практического смысла в таком лечении не было больным давали токсичные препараты на основе ртути висмута и мышьяка некоторые пациенты погибали вскоре после начала лечения другим удавалось выжить но вскоре их убивал сифилис такой подход был устаревший даже для 30-х годов а в сороковых годах случилось то что окончательно дает право называть эксперимент преступным лекарство от сифилиса было найдено но подопытным об этом не сказали преступный характер эксперимента стал очевиден после открытия пенициллина в то время как инновационный антибиотик помогал людям всего мира избавиться от ранее неизлечимых заболеваний жители тоскиги продолжали болеть и умирать им давали плацебо в ожидании того как они станут материалом для вскрытия экспериментаторы просто хотели выяснить умирают ли черные люди от сифилиса также как белые оказалось что да симптомы и страдания были одинаковы поразительное открытие для которого понадобилось 40 лет и сотни человеческих жизней огромную роль в исследовании в таскеде сыграла медсестра юнис риверс она сама была чернокожей и сумела втереться в доверие местным жителям юнис риверс пользовалась огромной популярностью среди жителей таскеде несчастные верили будто именно она организовала бесплатную медицинскую помощь для злохаустия местные считали ее ангелом спустившимся с небес чтобы помочь исцелиться от дурной крови юнис риверс была истинным стержнем преступного эксперимента медсестра была осведомлена о сути исследований она была в курсе и о новейших методах лечения и о токсичности мышьяка и ртути и о том что пациентам дают в лучшем случае пустышки никто включая риверс даже и не думал о выздоровлении больных авторитет чернокожего ангела дорос до такого уровня что коллеги и местные жители называли миссию приютом риверс все держалось на ее плечах юнис риверс предала дважды как медсестра и как представитель своей расы она преследовала определенную цель особая роль в эксперименте обеспечила темнокожей медсестре стремительный карьерный рост юнис риверс была негласным руководителем проекта одновременно с этим она получила неограниченное влияние на жителей таскиги преступное молчание нарушил венеролог питер бакстон врач был возмущен преступной деятельностью коллег вместо того чтобы оказывать адекватную медицинскую помощь они намеренно убивали пациентов более пяти лет питер бакстон безрезультатно отправлял письма по официальным каналам в 1972 году венеролог решился на отчаянный шаг и поведал о бесчеловечном эксперименте журналу вашингтон пост новость о вопиющем нарушении потрясла америку сенатор эдвард кеннеди экстренно созвал конгресс сша страну захлестнула волна протестов с призывами о защите прав человека конгресс назначил специальную комиссию которая вменялась максимально сжатый срок предоставить отчет о сути эксперимента вскоре комиссия назвала исследования антигуманными речь шла о грубом нарушении кодекса об исследованиях на людях который был принят ходе нюрнбергского процесса основное положение кодекса гласила что исследователи должны заручиться добровольным согласием участника эксперимента человек должен знать о сути исследования и о возможных рисках жители тоскиги даже и не догадывались что оказались в положении лабораторных крыс тем более они не знали что принимают болезненные и крайне опасные лекарства беспринципные экспериментаторы скрывали настоящий диагноз под словами о дурной крови жертвам эксперимента выплатили 10 миллионов долларов к этому моменту в живых осталось лишь 74 подопытных из 600 28 умерли от самого сифилиса еще сотня от вызвано им осложнений многим не повезло дожить до 1972 года из-за подорванного лечением здоровья юнис риверс спокойно дожила до 1986 года в 1977 году она даже дала интервью для проекта история черных женщин где была представлена как героиня и жертва которую обманом затащили в тоскиги такое очень сложно поверить ведь под конец она была его официальным координатором исследование в тоскиги позорная страница американской истории неудивительно что даже сегодня многие афроамериканцы не доверяют врачам дорогие друзья спасибо за просмотр и за вашу активность в комментариях до скорых встреч в новой истории